Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это игра водила, или драйвер, или известная в Северной Америке как драйвер Юар Виллман. Для меня же роднее название драйвер. Итак, мне лет 11, и я приехал с мамой домой около 10 вечера. Увидел с порога, что что-то серое закинутое под покрывалом прямо на диване. Я не мог поверить. Быстро разрушившись, я подхожу ближе и вижу серый блок питания. Это была она. Приставка PlayStation 1, в черной коробке, вокруг разбросаны мануалы, геймпад аналоговый со стиками. И рядышком два новеньких диска к приставке. Это было незабываемо. Радостное лицо Бати и я почти в 11 ночи с геймпадом в руках, накрутили звук на телевизоре, и огромная колесница несется по улицам с сумасшедшим ревом движка на всю комнату. Первый диск, побывавший моей консоли по S1, и был драйвер. Так поигралочек. Перемещаемся к рабочему столу. Для запуска PlayStation 1 дисков мне поможет 6-килограммовая малышка PlayStation 3. Это вторая ревизия, кто не в курсе. Здесь первая, есть вторая. Здесь USB 2 штуки, а не 4. Вот. Интересно, как же будут играть диски на консоли, запустятся ли. Пошел. Ну, момент. Диск формата PlayStation. И... Та ты шоу. Ну, это экран так отображается на камеру. Ха-ха-ха-ха-ха. Заставка. PlayStation 3 делает картинку более не сглаженную, но при этом апскейл идет на весь экран. У PlayStation 2 будет смазанная картинка. Не будут так выражены пиксели, но изображение будет, естественно, поменьше. А здесь оно делается практически, вот здесь буквально поля, пару сантиметров. В PlayStation 3 делать картинку на всю. Выбирайте, как вам угодно. Хоть так, хоть так. 4 на 3. 15 на 9. Ну, а я лично не брезгую эмуляторами, потому что там будет сглаживание. Там вот этих пикселей абсолютно не будет видно. Картинка будет четкая, будет дальность прорисовки. Поверьте, все будет окей. Игра Driver 1 вышла в 1999 году, в то время, как все уже знали серию гонок Need for Speed. Такая физика авто, как Driver 1, есть только в серии игр Driver. Если понятнее, то машина ездит по асфальту как настоящая, если под словом настоящая подразумевать киношную физику. В этой игре понимаешь, что автомобиль есть с подвеска, со своими рессорами и амортизаторами. Машина эффектно ныряет по вертикали при сеезде с бордюра и крайне кинематографично кренится на поворотах. В игре есть фирменная фишка, фильм-директор, позволяющая посмотреть реплей своей езды в каких угодно ракурсах и сохранить езду, чтобы потом полюбоваться. Разработчики Driver 1 вдохновлялись фильмами про автопогоню 60-70-х годов. Вдохновителем является фильм Уолтера Хилла «Водитель» 1978 года, который в русскоязычном прокате назвали «Поединок». Главный герой игры – Джон Таннер. Легендарный коп под прикрытием, бывший гонщик и искусственный водила. Объединяет в себе черты двух главных безымянных лиц картины. Водитель, участвующий в ограблениях, и детектив, пытающийся его поймать. Диск уже в консоли, и начальная заставка игры очень впечатлила меня графикой и серьезной постановкой. Мы видим, как Джон Таннер выходит из лифта, не спеша топает по паркингу и взламывает Ford Mustang 1967 года выпуска, который прорисован до мелочей. Он заводит автомобиль и начинает двигаться к выезду из гаража. Но его заметили полицейские. Скопы начинают погоню за ним, но Таннер сбрасывает их с хвоста. Эта сцена повторяется также и в фильме «Водитель» 1978 года. И вот меню игры, и ты выбрал сюжет в надежде, что вот история игры «Драйвер» начнется. Но ты же водила, и первая твоя миссия – доказать, что ты профессионал своего дела. А именно, выполни 9 заданий из списка. Полицейский разворот. Разворот на 180. Разгонись и резко по тормозам. О май гад. И это все на время. Да, гребаных пару минут на выполнение списка. И попробуй только врезаться в тачки, рядом стоящей на парковке. Потому что все, мать его, будешь делать заново. Этот этап заставит тебя очень напрячься. Но раз за разом будешь чувствовать тачку все лучше. Если не выключишь игру после 10-й попытки. Итак, ты прошел. Фух. Сохранился. Все свои дела ты ведешь из гостиницы, которая является стартовым пунктом каждой миссии. Меню необычное и немного путает. И чтобы сохраниться до или после миссии в гостинице, останови свой взгляд на телевизоре с видеомагнитофоном и нажми кнопку «Х». Первое задание – ограбление банка. Стартуешь. Стартуем. Из-под воротней, в которой будешь начинать почти каждую миссию. На проходение первой миссии у тебя лимит – минута 20. За это время доберись до банка. Остановись возле банка. Подожди, пока братва сядет в твою машину. После чего быстро сматывайся. Так как уровень розыска повысился, то по дороге к укрытию тебя ждут копчики. Да, и теперь они твои друзья почти в каждой миссии. В третьей миссии ты работаешь ночную смену. Сделай яркость телевизора на максимум, пока никто не видит. Очень темно, а ты едешь на обмен и встречу с каким-то типом. Постарайся сохранить исправность тачки. Она еще пригодится. Итак, день и ночь ты будешь колесить и удирать от копов в разных городах. А именно, в Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Устал от миссии. Есть режим свободной езды, где ты можешь проехаться по этим городам и улицам под рев движка. Города не слишком достоверны, но некоторые улицы действительно срисованы с реальных городов Америки. Сюжет подан довольно интересно в игре. По меркам той эпохи, играет PlayStation 1. И имеет голливудский размах, если играть с хорошим переводом, коей можно сегодня найти. Хоть тут и непривычные гонки, но все равно все задания так или иначе сводятся к тому, что нужно куда-то ехать. Но в чем же интерес ты спросишь? А в том, что игра построена на тайме. Вот именно он, а точнее стремление его продлить до того, как ты успел добраться до точки, догнал поезд и даже напугал своей безумной ездой пассажира такси. Да, любить драйвер нужно за хардкорность. Не дай боже, ты выберешь сложность повыше. Нужно быть человеком адской выдержки и англской отерпения, чтобы довести начатое до конца. Вылезти с машины и перебраться в другую? Драйвер 1 нельзя. Но ничего, есть игра Драйвер 2, которая позже вышла на PlayStation 1. Там как раз можно выходить, бегать персонажем, изламывать припаркованные тачки. На этих механиках, так сказать, и весь сюжет второй части построен. И ваш любимый таймер. Не успел добежать и нажать кнопочку? Заново. Не успел пересесть машину или установить взрывчатку? Тоже заново. Игра уникальна, и это точно. Имеет физику повреждений тачек, вашей и копов. Обладает неплохой графикой, даже отражение виднеется на машинах. Отличается реалистичным поведением авто. Объемный жирный звук, реводвигатель. Все это серия первых релизов Драйвера. Так что еб поиграл. Субтитры создавал DimaTorzok Серия игр Need for Speed вышла впервые на консоли Panasonic 3DO. И если говорить про гонки, то пацаны из подрастающего и уже взрослого поколения знают про Need for Speed 200%. Need for Speed насчитывает больше 20 успешно вышедших гоночных проектов, где есть кольцевые симуляторы, такие как Need for Speed Shift. Или в свое время ставшая NEX-геном Need for Speed Underground. Про ночные уличные гонки. Итак, речь сегодня о гонках на PlayStation 1. А именно, Need for Speed Hike Stakes. Это следующая часть после всем известной Need for Speed 3 Hot Pushing. Так как мы распечатали драйвер, я решил, что драйвер нужно объединить еще с одной интересной игрой. И я думаю, вы не будете против. Давайте посмотрим, что в посылке. Я ее дожидался, ничего не вскрывал. Открываем вместе с вами. Счастливый нож. Все на месте. Это и все. СТН-очку. Опа! Что у нас тут? Ну-ка, 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 ну-ка. Хорошо. Ну, здесь попроще упаковочка. А внутри у нас... Мать его, диск! Оу-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Need for Speed. Хайк, стейкс, муафакасы. У-у-ух! Вы посмотрите на состояние коробочки сначала. Ну, могла бы быть и идеальнее. Могла бы быть и идеальнее. Очень сложно найти диск хорошей и красивой обложкой. Да, есть много вариантов. Да, вы сейчас скажете, что это копия. Копия, что это не оригинальный диск. Но, в моем детстве оригинальный не было ничего, кроме как эти диски и эти версии игр. И для меня это всегда было лицензией. Need for Speed. Хайк, стейкс. Обратная сторона диска. Название разработчики EA и Канада. Год 99-й. Жанр racing. Dolby Surround. Ничего себе. Memory Card. One Blocks. Аналог контроллер. Поддерживается. Vibration Function. Типл. Да, класс. Design Week 2006. Яндекс.ру Факт, я вам отвечаю. Это вообще шикарно. Тут такой, когда я смотрел объявление, такой полицейский автомобиль. Там просто было с нескольких сторон фотография. Я просто не удержался. Я знал, что это мой диск. Погоняться за нарушителями на полицейской машине. Ну и бонусом в игре станет настоящий полицейский вертолет. Различные погодные условия. Зарабатывай кучу денег. Модернизируй свою машину. Докажите, что вы... Блин. Докажите, что вы лучший. Написано вот здесь. Да, класс. Ну давайте же внутри глянем, что у нас там. Опа. У-ля-ля. Ну хорошая накатка. Прямо диски похожи. Не знаю, может это поздние какие-то версии. Хорош, хорош. Такой матовый дисочек. Докажите, что вы можете сделать. Под Пуршет знали все игроки тогдашних игровых клубов с Сонькой. Я учусь где-то в четвертом классе. И друг говорит, что открылась игровая PlayStation. И мы едем в магазин, где что только не открывалось. И бильярд, и даже был стрип-клуб. А вообще помещение было хорошо сделано. И вот мы приехав, заходим вовнутрь. И там просто негде яблоко упасть. Все толпятся, все разного возраста. И я из зарослых голов увидел его НФС. Откопив денег с обедов и отстояв очередь часа полтора, мы заседаем втроем играть на целых полчаса. Такой графики я до этого не видел. Какая там блин Сега. А возможность гоняться от копов, так это вообще шедевр новинка в гоночных играх. А вот Need for Speed High Stakes я увидел гораздо позже. Мне подарили PlayStation 1, и диск с игрой у меня появился благодаря обмену в киоске. Да, тогда был обмен дисков, и я еле-еле нашкреб на свой первый нецарапанный новенький диск. Need for Speed High Stakes четвертая часть серии. И выходит в 99-м году. И даже смотря на обложку с диска, я понимаю, что внутри что-то качественное. И вот, дождавшись загрузки, меня встречает меню, которое меня шокирует, блин, проработкой. Машина вращается на подиуме. Подиум подсвечивается, как в ТВ-передачах на выставках новых автомобилей. А в списке машин меня встречает Mercedes-Benz SLK 230, BMW M5, Chevrolet Corvette, Ferrari 550 Maranello, Ferrari F50 95-го года, McLaren F1, Porsche 911 993, и даже Nissan Skyline GTR 34. Но только для японской версии игры. Блин, жалко. И все эти машины поражали качеством прорисовки деталей. А вот возможность проехаться на них нужно заслужить. Это первая часть NFS, в которой есть повреждения авто. Они не особо влияют на геймплей, но за ремонт авто платить тебе после каждой гонки. Сюжет игры теперь состоит из прохождения отдельных классов авто. Теперь за прохождение чемпионатов ты получаешь деньги, за которые можно покупать и прокачивать машину. Три уровня прокачки, которые влияют на все управление и поведение машины на дороге. Пройдя один класс на BMW, тебе придется продать авто для покупки и участия в новом классе. Но не спеши этого делать. Следующий класс ощутимо дороже. И так планка цены вырастает от класса к классу. В игре есть бонусные чемпионаты, за участие в которых ты должен заплатить. Но зато в них выше награды. И из-за прохождения некоторых из них ты получаешь новые авто. Физика машин здесь приравнивается к симулятору. Это далеко не аркада как раньше. Машину легко кидают за нос и к каждому автомобилю придется привыкать заново. Соперники ездят аккуратно. И бодавшись с ними, рискуешь приехать последним. В Need for Speed High Stakes ты наконец-то можешь играть за полицию. Арестовывать гонщиков и получать за это новые полицейские авто. Такие как BMW M5, Chevrolet Caprice Classic, Porsche 911, 993. И даже если дорастешь, вертолет. Геликоптер Jailbird 2000. Причем только в весе PlayStation, но не на ПК. Трассы в игре их отрисовка заслуживает почтения. Киндиаг парк или Германия ландштрасса. Все очень детально. Разные климатические условия. Конки ночью особенно сложны. С первого раза не выйдет. Нужно запоминать детально. Мои любимые машины в этой части игры это Mercedes SLK 230. Лимонного цвета я себе его делал. Или Porsche 911, 993. Его я красил бирюзовым. В этой части игры музыка или саундтреки выше всяких похвал. Каждый саундтрек отубран в стиле хаос или брейкбит. Все треки под авторскими правами на ютубе. Я стримил эту игру и в записи стрим посмотреть позже нельзя. Игра реальное испытание нервов. И пройти ее быстро не получится. Но Need for Speed High Stakes для меня значимая на PlayStation 1. Запоминается красивая графика игры. Графика трасс. Уууу. Про Need for Speed можно говорить долго. Ведь есть о чем сказать. Возможно будут еще ролики по теме Need for Speed. Если этот соберет, много лайков. Так что Need for Speed High Stakes еб поиграл. Субтитры сделал DimaTorzok